Мудрость для тех, кто просит. Притча, глава 2, с 1 по 22 стих. Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость, из уст его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасения, он щит для ходящих непорочно, он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрых и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле и непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли и вероломные искоренены из нее. Размышления, часть первая. Самое большое сокровище в жизни. Притчи, глава вторая, с первого по одиннадцатый стих. Мудрость не сокрыта, но чтобы найти ее с нашей стороны требуется настойчивость. Мы должны взывать к ней, искать ее, как серебра, относиться к ней, как к самому важному по сравнению с другими задачами в нашей жизни. Поступая так, мы откроем для себя самые главные сокровища жизни – страх Божий и познание Господа Бога. Страх Божий – это почтение к Богу, которое приходит от понимания того, насколько мы незначительны и насколько Он велик. Познание Его состоит не только в познании фактов о нем, сколько в отношениях. Это глубокие личные отношения со всемогущим Богом, который защищает, направляет и водит нас путями и праведностями. Что может быть лучше? Применение. Приведите конкретные примеры того, как вы искали мудрости Божьей, как в вашей жизни проявляется Божья защита, которая проистекает из правильных отношений с Ним. Размышления, часть 2. Спасение для здесь и сейчас. Притчи, глава 2, с 12 по 22 стих. Слишком много христиан воспринимает спасение ограниченно и неполно. Подобный узкий взгляд сводит действия спасительной Божьей благодати лишь к жизни после смерти. А что насчет здесь и сейчас? Что насчет нашей обычной жизни в этом сложном и запутанном мире? Божья милостивая мудрость, данная тем из нас, кто старательно ищет ее, спасает нас от ловушек этого мира и мин, которые поставлены, чтобы разрушить нашу жизнь, лжи, ведущие на кривые пути или разврата, разрушающего душу, жизнь и отношения, семью и карьеру. Искаженные ценности этого мира ведут людей к разрушению. Но если мы ищем Бога и ходим путями Его мудрости, то, несмотря на бурные времена, в которые живем, можем выбрать правильное направление. Применение. Какие мирские ценности и советы вредят вашей жизни? Есть ли братья и сестры во Христе, которые на пути к Божьей мудрости для их жизни, нуждаются в молитвенной поддержке? Молитва дня. Отец Небесный, помоги мне хорошо различать отвлекающие факторы и дымовые завесы этого мира. Помоги мне обрести Твою мудрость, чтобы я мог удержать свои ноги на праведных путях, к которым Ты призвал меня. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Мир Божий, дорогие друзья! У нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok